Я снова рада нашей встрече. С вами индустрия соблазна и Лада Кройтер. Что сегодня интересного будет в нашей программе? Прекрасная девушка придет к нам в гости и приготовит незабываемое блюдо. Смотрите дальше. Я снова рада вас видеть на нашей прекрасной кухне, где мы испытываем не только удовольствие, но бытовую технику и наших гостей. Хочу вас познакомить с прекрасной Екатериной, директором бюро Мисс Нижний Новгород, издателем глянцевого журнала Home Magazine. И это единственная девушка, у которой есть своя футбольная команда. Да, Катюш? Да. Екатерина Чудакова. Прошу любить и жаловать. Катюш, вот мне интересно, да, вот в прошлой программе мы с Денисом Павловичем готовили картошку жареную с грибами, вот он говорит, что это очень все так интересно. Вот. Сегодня я позвала тебя, потому что есть очень много вопросов, которые, я думаю, что будут даже интересны нашим зрителям, потому что нас смоет очень большая аудитория. Вот. Почему ты решила приготовить эти драники? Потому что у нас очень богатый урожай картошки или какой-то другой? Не, на самом деле это привет из детства, поскольку 15 лет я жила на Украине, и моя бабушка по своей национальности является белорусской, родом из Белоруссии. И так как драники – это традиционная белорусская еда, и в детстве для у нас в семье было самое большое лакомство – это драники на завтрак. Это безумно вкусное блюдо, особенно если к нему можно добавлять и сметану, и красную икру, и черную икру, и баклажан. И сметану мы приготовили, а вот по поводу баклажана и черной икру, я думаю, каждый по своему вкусу. Кать, я предлагаю нам уже начать, потому что у нас не терпится позавтракать. Картошку чистить? Да. Давай начнем с картошки, и я тебе заодно буду задавать вопросы. Ну ты можешь не стыкнуть. А, кстати, у твоей бабушки не было такого комбайна, который нам все не поможет приготовить. Нет, такого не было, у меня вообще не было комбайна. Кстати, Катюш, вот по поводу того, что у нас происходит в городе. Да. Конкурс «Мисс Нижний Новгород». Да, 28 октября. Что интересного, как девушки готовы, не готовы, какие интриги плетутся? Я думаю, можете помочь? Ну, помоги, раз вызвалась, давай помогай. А будет очень интересно. Расскажи про сам конкурс. Конкурсу в этом году уже 16 лет. Я вот в этом году задумываю, что если бы 16 лет назад я родила девочку, она была бы уже взрослой девушкой и могла бы участвовать в моем конкурсе. В этом году нашей девочке исполнилось 16 лет. И конкурс «Мисс Нижний Новгород» для меня – это мое мероприятие, в которое я вкладываю каждый год всю свою душу. Потому что давать девчонкам старт в столь юном возрасте, а девушки, участвующие в конкурсе, очень юные девушки, это, я считаю, что это очень благая миссия, поскольку мы действительно работаем как небольшая фабрика звезд. Я рада вас приветствовать и хочу сказать, что в этом году мы сделали конкурс очень интересным. И сегодня на ваш суд мы представляем шоу, которое называется «Бал цветов». Это не совсем похоже на конкурс красоты, это очень многозвучная история, и я очень надеюсь, что вы по достоинству оцените сегодняшнее мероприятие. Меня зовут Анастасия Кабанская, мне 15 лет, учусь в школе номер 30, представляю Нижний Новгород. В конкурсе, по моим подсчетам, приняло участие более 5000 человек. И есть девушки, которые дошли до финала, есть, которые не дошли до финала, но в любом случае я их всех помню. Мы со многими общаемся, с некоторыми даже породнились. И поэтому конкурс «Мисс Нижний Новгород» – это то, чем мне нравится заниматься. Какие параметры должны быть у девушки, которая подает заявку на участие в конкурсе? Прежде всего, у нее должно возникнуть желание участвовать в конкурсе красоты. Второй момент – она должна быть красивой. Что такое красивая? Отдавать себе отчет в том, что ее на конкурсе увидят более, там, весь город будет на нее смотреть. Что такое красивая? Красивая, мне кажется, это такое понятие, которое невозможно описать словами. Вот для меня красивая девушка – это прежде всего гармоничная девушка, та, которая в согласии сама с собой. Катюш, по поводу красоты. Красивая девушка. Знаешь, иногда девушки такие приходят, что они без комплекса, они себя считают красивыми. Когда вы их отсеиваете так жестко, так скажем, отношение их меняется, или они над чем-то работают? Я считаю, что все, кто пришел, решился на этот шаг, прийти на конкурс красоты, они уже одержали победу над собой. То есть они уже заявили о себе, как о красивой девушке. И я этих девчонок очень уважаю. А если она попала в финал, или как это, уже участвует в конкурсе? Если она прошла кастинг. Вот, если она прошла кастинг, это уже считается, что она совершила восхождение на одну ступеньку к победе. Ваши аплодисменты! Так, Катюш, мы продолжим по поводу драйников. Да. Режь картошку, чтобы она помещалась вот именно вот сюда. Ой, с удовольствием. Держи. А я потом уже буду вертеть. Драйники я делаю следующим образом. То есть примерно то, что мы с тобой сделали, а потом беру и на терке их тру. Но я смотрю, что есть более универсальный метод. Не представляю, это какая-то незаменимая вещь. Да, это супер вещь. У него очень много функций. Я его использую не только для картофеля. Здесь есть и мясорубка, и блендер, и соковыжималка. Я думаю, картошку хватит, да, наверное? Да. Катюш, что нам понадобится еще, кроме картофеля, для драников? Для драников нужно 3 яйца. Ты говори, я тебе просто помогу. Я на этой кухне уже как дома. Да, давай. Так, 3 яйца. Да. Немного муки. Немного муки. Чеснок обязательно. Так. Соль. Так. Так, перец. Так. Ну, наверное, все. Для традиционных драников это достаточно. Так, вот тебе, пожалуйста, яйцо. И драники, и сырники не испортишь яйцами. Яйцами. Яйцом. А как, кстати, у вас там никакого не будет конкурса? Где наши нижегородские красавицы готовят? Ты знаешь, ты его, может, тест-драйв-то устроить здесь, этих нижегородских красавиц? Да, можно устроить. У нас сегодня, кстати, был кулинарный поединок с девчонками. Они состязались в приготовлении вкусных коктейлей. Я думаю, что приготовление, мастерство приготовления коктейлей пригодится любой девушке. Ну, да, особенно той, которая хочет очаровать своего потенциального жениха. Настя Кобацкая. Да, девушка должна уметь готовить, делать коктейли. Как говорится, путь к мужчине лежит через его желудок. Вот я с этим абсолютно согласна. Это то же самое, что красота спасет мир. Когда мой муж голоден, к нему лучше вообще не подходить. Лучше его накормить. Ну вот я и говорю, что нужно уметь готовить. Ты знаешь вообще смысл вот этой плиты? Катюш, хочешь открою? Видишь, здесь разные диаметры. Под каждым диаметром есть своя посуда. Ну, все же разработано, не просто так люди работают. Так, я думаю, что отлично. Знаешь почему? В центре этой комфортки 95 градусов, а по бокам 25. Мне кажется, все. Яйца есть, мука есть, картошка есть. Чеснок есть, бельки есть. Отлично. Насколько тебе она должна быть, нагреться сковородка? Ну, наверное, в градусах 100. Вот тебе 100 градусов. Катюш, что тебе больше нравится? Вот такие вот щипцы? Нет, мне ложку больше нравится. Ложка. Лопаточка. Я хотела бы пожелать зрителям этой прекрасной передачи, чтобы они ее не пропускали ни в коем случае. И, подчеркнув опыт из этих телепрограмм, совершенствовали себя. Потому что готовить на кухне, особенно если у тебя под рукой такие друзья, как этот комбайн, как такая плита, это одно удовольствие. И еще раз повторю, наверное, что энергию семьи и ее благополучия основой является женщина. А я хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы оно за мною мчалось, за мною след. Лето, ах, лето, лето звездное, звуть, звонче, пой. До встречи на индустрии соблазна. С вами, как всегда, Лада Кройтер. Хочу вас по сегодня познакомить с двумя прекрасными девушками. Кристина. Ну, о Кристине мы поговорим поподробнее немножко попозже. И Инна. Инна наша постоянная героиня нашей жизни. Вот. Здесь очень интересный подход к жизни, подход к себе. И мне просто хочется, я-то все слышала, но мне хочется, чтобы услышали наши зрители, девочки, что вам нравится, что не нравится. Вот поподробнее, вот, Кристин, вот, хотелось бы твое отношение, потому что ты у нас вообще первый раз. Что не нравится, можешь сказать это образно. Мне интересно, как часто ты ходишь в салоны, в парикмахерские? Как любишь ли ты ухаживать за волосами? Много ли ты им времени уделяешь? Мне пришла измениться, потому что я свяжу меня. Мне хочется всегда что-то нового, хочется раздеться от какого-то прогресса. Своих волосам мне нравится объем. Нравится объем? Да. Мне не нравится цвет, потому что он совсем равномерный. Ну, нашу задачу, как бы, я поняла. Потом я прокомментирую все, что я придумала. Сейчас мы переходим на Инну. Инне я придумала новый образ. Почему? Потому что у нее изменился стиль жизни, у нее изменился круг общения. Как бы, зная ее, мне проще ей вот все убрать. Ей сменить цвет. Вот. И почему она такая спокойная и без эмоций, потому что она полностью мне доверяет. Но я хочу вам, девочки, сказать, что время – деньги, да, и пора нам начинать всем работать. По поводу Кристины я хочу сделать… Помните, я всегда, ну, интересуюсь, да, как сделать правильный цвет волос и сохранить качество? Надо сделать правильную диагностику. То же самое у врача. Кристина какое-то время красила волосы сама, да? Вот. Кристина, еще такую тайну открой. Почему? Я не могла найти у меня один салон, который бы красить по себе. Мне очень хотелось попробовать. У тебя сейчас на волосах хна. Для волос хна… Ну, это от души, это мое профессиональное мнение. Хна для волос ничего не делает хорошего. Она только волосы забивает, и все. Ну, они становятся чуть-чуть плотнее. Но там какого-то блеска, какой-то игры этого не будет. Здесь даже более интересная работа, чем я думала. Ее умение увидеть в нас то, чего мы даже о себе не знаем, меня, например, потрясает. Что мы делаем сейчас в мойке? Мы убираем вот именно старый цвет, который присутствовал, именно сделан был красителями, но поверху есть хна. Нам нужно немножко просто выровнять то, что хотелось, Кристина, да. Но это все такая техничка, и это очень быстро делать. Поэтому мы делаем эту процедуру в мойке. Вот мы сейчас видим прямой пример, как у нас работают все красители. После очищения пигмента мы видим, как работает хна, как работает краситель, накопление пигмента и очищение. Исходя вот из нашей ситуации, потому что нам нужно сделать Кристине очень красивый цвет волос, чтобы она настолько заблестела, заиграла. Вот на эту зелень она даже не беспокоится, потому что она уверена, что будет все хорошо. Правильно? Открою небольшой секрет. Как можно использовать в домашних условиях стайлинг? Так, берем мусс и в мусс мы добавляем немножко такого тяжелого блеска. Волосы приобретают объем и еще больше блеска. Поняла? Я знаю, что такое реакция, когда ходишь постоянно. Новый цвет, форма. Это как раз, этой формы тебе хватит и на октябрь, и на ноябрь, а уже в декабре мы будем что-то делать. Ладно. Мне самое главное, комфортно тебе или нет? Ладно, ты профессионал. Я так счастлива, что в моей жизни есть такой человек. А мы как рады. Ну как? Поближе подходи. Цветов достаточно? Форма новая. Очень здорово. Объем не только за счет стрижки, но и за счет цвета. Я очень рада, что ты доверилась и что ты захотела к нам прийти. До встречи на индустрии соблазна. Хватит наблюдать за переуплощениями. Позвольте себе удовольствие сами принимать участие в телепроекте «Индустрия соблазна». Спонсор программы – кафе и салон «Индустрия соблазна». Наш телефон – 4 10 47 80. Вы немножко припотели. Это мы проходили, да? Мы потелим-то, мы уже проходили. Мы пропотели. Читры есть. Свежие апельсины. Индустрия соблазна. Приходите стричься. Еще. Маникюр, педикюр, мини-бикини. Я просто... Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова